Девушки отдыхают Ну, праздник развивался вяло Выпили по рюмке водки Запили соком, потом повторили Никаких перспектив Стагнация Ну что, решили наоборот Водку в фужеры, сок по рюмкам Качественный рывок Шутка ли, в течение получаса к нам сразу приехала скорая Пожарные менты Менты вступили за пожарных Которые бронзбойтами не давали нам забрать у врачей спирт Но мы забрали и покатило Женщины отплясывали так Что у соседей снизу, из потолка Стали вылезать их каблуки Куда пропала валерьянка Я понял после того, как кошка спела нам мургу Подыгрывая себе на гитаре Тут к нам подошла Анжела И попросила отнести своей бабушке пирожки Которая живет тут неподалеку за лесом И мы пошли Не зная, что от Анжелы бабушке мы несем только пламенный привет Пирожки мы забыли на кухне Зашли в лес Серега шел сзади Почему-то все время плевался и матерился Я шел впереди Отгибая и отпуская еловые ветки Мы шли на юг Не то, что мы точно шли на юг Мы, конечно, шли и в другие стороны Но на юг мы шли чаще Короче, если бы за нами шел следопыт То он бы застрелился Чтоб выдержать направление Мы шли точно на сосну В сосновом лесу это лучший ориентир Захотелось кушать Я знал, что белки летом прячут орехи Мы выследили белку Двенадцать часов после ее под сосной Ждали, когда она выдаст ореховый сфрон Все двенадцать часов белка сидела на ветке И нахло вязала носки Мы пошли дальше Начали трезветь Когда у меня из штанов раздался звон А я не обнаружил в калманах мелочи Я понял, что сильно замерз В ту ночь было где-то минус шестьдесят Желание пожрать не уменьшалось Сереге плевком в глаз удалось сбить бурундука Если бы в военкомате видели, как я обнял Серегу Меня бы ни за что не взяли в армию На следующий день я учуял запах кабана Три часа мы упрямо шли на запах, который постоянно усиливался Потом я решил идти первым Обогнал Серегу И запах тут же пропал В этот же день мы обнаружили помет лося Пошмеялись Да ладно, мол, до этого не дойдет Через три дня Хорошо, что мы это место не нашли Днем пятого января на нас вышла стая волков Обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес Так как нас было двое, а волков штук пятнадцать Одна из сторон поспешила дать деру Мы с Серегой пробежали километров двадцать Но догнать волков так и не смогли На следующий день в поисках пищи Мы провалились в медвежью берлогу Медведь спал Когда он зашевелился Мы как по команде стали петь ему колыбель Или фальшиво Медведь поморщился и открыл глаза В берлоге было двое православных Но первым перекрестился медведь Втроем мы вылетели из берлоги И разбежались во все четыре стороны Мы с Серегой на юг Медведь во все остальные Через пару дней Серега стал вести себя неадекватно Начал задавать странные вопросы А ты мог бы обходиться одной рукой? А ты мог бы ходить на одной ноге? В старом Новом году оборванные одичавшие Мы все же вышли на федеральную трассу И тут же попали в милицию за нападение на хлебовоз Как говорил мой дедушка Если выпить рюмку Будет хороший аппетит Если выпить стаканчик Будет хорошее настроение Если выпить бутылочку Будет праздник души А если выпить литр Будет все сразу Аппетит и настроение И праздник души Но ты этого не вспомнишь Люди, петь им в меру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...